Возвращение легендарного игрового сериала Command & Conquer Red Alert 3 ждали, кажется, всем миром. Массированная атака на наше сознание профессиональными видеороликами, многочисленные плейтесты игровых журналистов – все это подогревало интерес к игре самой широкой аудитории. И вот красные дирижабли Киров вновь у Вашингтона. Мы начинаем! Высокобюджетный триквел при личном досмотре производит крайне двоякое впечатление. С одной стороны, дорогостоящие видеоролики с живыми актерами – фирменный знак сериала, который будет с восторгом принят как новичками, так и знатоками вселенной. С другой – древняя концепция и слегка обновленный движок, доставшийся в наследство от других представителей семейства Command & Conquer. Все это можно было предвидеть задолго до выхода игры, но неужели разработчики не нащупали ничего нового, что можно было бы предложить хардкорным геймерам? Бредовая псевдоисторическая атмосфера по-прежнему на месте. Третья часть в этом даже преуспела. Помимо классического противостояния США и Советской России, дебютирует «Страна восходящего солнца». Японские самураи, роботы-трансформеры и кавайные подлодки – все, что душа пожелает. Кроме того, слабые в ближнем бою азиатские юниты применяют тактику отличную от непобедимого «Мамонт Раша». Впрочем, это японцы, а вот знакомые стороны подверглись лишь косметическому ремонту. Из страны Советов делу Сталина верны отряды «Тесла», дирижабли «Киров» и, внимание, новинка – боевой «Медведь в броне». Союзнические штаты противопоставляют красной ураганной мощи, точечные удары с воздуха и практически весь боевой пакет современных средств НАТО. Круто, конечно, но как-то обыденно. Сюжетная линия, раскрываемая роскошными роликами, вновь рассказывает об альтернативной истории. Без машины времени и Эйнштейна, являющихся постоянными героями всей серии, опять не обойдется. В новом витке реальности Япония стала могущественной сверхдержавой наряду с Советами и США. Борьбе за мировое господство между тремя странами и посвящена третья красная угроза. В довольно короткой кампании по девять миссий на брата нас ожидает очередная порция стратегической Санта-Барбары, предательства, неожиданные чудесные спасения и харизматичные герои. Фирменное чувство юмора, дурацкие и в меру потешные моменты приковывают к себе внимание похлеще откровенной униформы девушки-адъютанта. Визуально игра выглядит анахронично, с видимыми уколами от старения. Вместо вычурных спрайтов Red Alert 2 пришли в строй стилизованные, но все еще угловатые полигоны и общая непричесанность. Никакого фотореализма в духе другой стратегии Welding Conflict. В отличие от картинки, музыка и звуковые эффекты в игре роскошны. Вкусно, качественно и очень хорошо подобрано. Различия между державами через динамики переданы на все сто. Спасибо профессиональным голливудским композиторам. Подход Electronic Arts прост и понятен. Новый Red Alert 3, очевидно, напоминает свои предыдущие итерации с одной лишь поправкой. Время не щадит никого. Игра все та же, голливудский размах и бешеная динамика сочетается с древней концепцией и набором клишированных приколов. Никаких революций, никаких откровений. EA Los Angeles настолько бережливо старалась не повредить оригинал, что ощущение дежавю будет преследовать тебя до самых последних кадров.